Музыка Сегодня мы пришли почтить память Уже не двух, уже трёх наших русских героев Трёх русских людей Двоих, вставших на защиту двоих избиваемых людей И один, вставший на защиту женщины, беременной женщины И третий, буквально 2-3 дня назад В посёлке Чемодановка, Бензинской области В драке с превосходящим числом цыган-наркоторговцев Погиб также определенным числом русских людей Вступившись за честь и достоинство русских женщин этого же села Которым уже неоднократно были приставания К сожалению, фотографии этого человека не имеем Знаем, как зовут Владимир Грушин Ему было 33 года Никите Белянкину было 24 года Детей ещё не было Сергею Чуеву 34 года Детей ещё не было Предлагаю вам почтить память ребят Минутой молчания, сниманием головных уборов И одновременно по очереди, не толпясь, зажжением свечей Район, в котором жил Никита Белянкин В нём, по словам также жителей этого района Уже три года действовала Эта преступная группировка Этнопреступная группировка И это уже точно установлено Спрашивается Министерство внутренних дел и так далее Куда они смотрели Если преступное сообщество существовало столь долго И уже совершало преступные действия Пусть и не выливавшиеся доселе в убийства Нужно отметить, что этот район Был застроен Ну, как и мы уже привыкли Как муравейник, человейник Без опорного пункта полиции Без скорой Скорая ехала к месту убийства Никиты, 20 минут Полиция, 40 минут Как успеть спасти человека за это время? Никак Сергей Чуев Был убит Преступными гастарбайтерами На признательных кадрах Они сказали Что выпили 40 бутылок пива Это бедные гастарбайтеры Трудолюбивые Не пьющие Зачем они нам нужны? Это все Мы хотим донести До власти Которая слепа и глуха Далее Поселок Село Чемодановка Также Уже более трех лет Существует Отдельный район Цыганский В котором Беспрепятственно Торгуют наркотиками И все об этом знают И местные И полиция Все Ничего не предпринимается Как и по многим уголкам Нашей родины Живут Торгуют Садятся Причем женщин своих подставляют Сами не садятся Не любят Огибнут от наркотиков И от поножовщины Наши ребята Вопрос Российским Центральным МВД В частности Пензенским Куда вы смотрели Может быть вам другую работу подыскать А может вам посидеть За халатность преступную Друзья Помимо акции памяти Наших трех русских героев самообороны Это акция За наши права За право На самооборону На нормальную деятельную самооборону Без страха Сесть За то что ты защитил Своё здоровье Жизнь Честь Достоинства Сколько можно Мурыжить судебными делами Людей Которые защищали Своих близких Это Как вы сами понимаете Одна из форм геноцида Недопущение самообороны В опасной ситуации Никита Белянкин Мог бы быть жив Он был не дурак Он понимал Стрельба В наиболее уязвимые места Лицо Сделает его виновным А не этих Не толпу убийц Поэтому он стрелял Предупредительный И по не столь опасным местам Тело Защищённое одеждой Что только раззадоривает Пьяных Агрессоров То есть Есть два момента Во-первых С действующим законодательством Оборона Резинострелами Да и прочим И газовыми пистолетами Возможно только По неэффективным местам Далее Вновь поднимаем вопрос О праве на оружие На короткоствольное На резное Оружие И право на скрытое Его ношение Нам постоянно твердят Русофобы И хаплофобы Противники оружия Вы друг друга Перестреляете Только вам его дай Ложь Наглая ложь Например Не будем приводить Пример американцев Дескать другой менталитет Молдаване Люди С постсоветского пространства Чуть-чуть Больше Более южане Более южный темперамент Перестреляли ли они Друг друга С 90-х годов Нет И мы не перестреляем Следующий аргумент У бандитов Уже есть оружие А у нас его нет Не нужно думать Что мы Получив легальное оружие Оставив своих Паспортные данные Отстрел Гильз Пульки изотеки Пройдя через Медицинские освидетельства И прочее Начнем палить Налево и направо Ложь Глупость Мы будем Ответственны За свои действия Лишний раз Лишний раз подумаем Применить ли Боевое оружие Или нет Я прочитаю А если нужно Применим Останемся живы Выручим Человека В беде Но это Не нужно Нашей власти Судя по всему Она хочет Сохранить Право На насилие У себя Но этим Конечно Дело Не Не исчерпывается Мы сами знаем Какие непопулярные Меры принимает Власть Как например Повышение Пенсионного Возраста Мусорные Сбросы В шиесе Прочие 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 дела Которых Все не перечислишь Я прекрасно Понимаю Что с такими Непопулярными Мерами Антинародными Они боятся Что даже Легальное оружие Повернется против них Увы Увы Тем не менее Это не решает Наш вопрос Нашу Необходимость Самообороны Еще один момент Чтобы изменить Законодательство Нужно вносить Закон о проекте В Госдуму На местном уровне Поселковом Городском Областном Федеральном Кто это сделает Карманная оппозиция Все партии Находящиеся в Думе Друг с другом Прекрасно общающиеся И только Только на время выборов Как-то на дебатах Ссорящиеся Нет Эти партии Уже ничего не решают Это многоглавая Гидра А новых партий Допустить Они не хотят Не нужны им Новые Свежие силы Здравые люди Скромно скажу Что партия Которой я принадлежу НДП Трижды была Не зарегистрирована Трижды Все по уму Все по юридическим Тонкостям Все подали Весь Весь цикл Регистрации Во время которого Минюст мог дать ответ У вас тот-то Тот-то пункт Неправильный Поправьте Молчок Ничего не сказали В самом конце За день У вас неправиль Грубо говоря У вас неправильная запятая До свидания Нам Честным Законопослушным людям Митинговое А более радикальным людям Извините Представители власти Остаются акции прямого действия Я к ним не призываю Но я просто вас информирую Что При таком закручивании гаек И позволении легальной оппозиции Более радикальные люди Пойдут на акции прямого действия И мы с этим ничего не сделаем Ни вы, ни мы Ничего с этим не сделаем Не хотите общаться с нами Адекватными людьми Желающими идти в политику Будете общаться с радикалами Хоть и не в начале Но хотел бы сделать Конечно же оговорку Наши противники Любят говорить А что это? Что это вы на На другие национальности Напираете? Что? Русские не совершают преступлений Естественно совершают Мы никогда не выгораживаем Преступников Действительно преступников Но Это неизбежная Неизбежная преступность Как и в любом другом государстве Граждане своего государства Имеют Склонность к совершению преступлений Это неизбежная наша статистика Зачем нам нужны чужеродные иностранные преступники Едущие к нам Зачем? Они нам не нужны Уже давно развеян миф О дешевых гастарбайтерах Нет Они все еще конечно же Дешевые Для крупных корпораций Для строительного бизнеса И только он Лоббирует И преступные Преступные элементы ФМС Наживающиеся На квотах На оформлении Гастарбайтеров Только для этих категорий И возможно для власти Которая хочет заменить нас На послушный электорат Нужен вот этот приток мигрантов Нам, простым людям Приток преступных мигрантов не нужен А как показывает статистика Практически засекреченная Свежую не найти Данные только за 16-й год И только за Москву Приезжие совершают в Москве 70 И только по изнасилованиям Поймите 75% изнасилований И 90% из этих 75 приезжих Выходцы из стран Средней Азии и Закавказья Зам. начальника ГУВД ГУМВД Москвы Михаил Трубников Прошлые данные Когда еще статистика Более или менее велась Говорила, что тяжкие Особо тяжкие Также Наибольший процент Имеют среди Среди гастарбайтеров Среди нелегальных мигрантов И поэтому Еще одним пунктом Мы требуем Введение визового режима Со странами За Кавказье И Средней Азии Нам не нужны Их неквалифицированные Рабочие руки Они у нас у самих Есть В областях В деревнях Обычные русские люди Готовы Трудиться Конечно За более достойную Зарплату Нежели гастарбайтеры Но готовы Трудиться На этих стройках А визовый режим Именно что нужен Для того Чтобы отсечь Самый Преступный элемент Самый Неквалифицированный Элемент Который Легко выкинуть Со стройки И который Пойдет себе Бандитствовать Насиловать Грабить Через Заслон Визового режима Пройдут Только действительно Квалифицированные Специалисты Путь такие есть В странах Закавказья И Средней Азии Но Как я уже сказал Нашей власти Это не надо Она играется Старшего брата Закармливая Заваливая Деньгами Кредитами Невозвратными Страны Средней Азии Закавказья Не обращая Внимания На русских На притеснение Русских В этих В этих регионах В этих странах Заваливают Их деньгами Эти сатрапии Поэтому Одно из важнейших Наших требований Введение Визового режима Со странами Средней Азии Закавказья Средней Азии Закавказья Средней Азии Продолжение следует...